Дневной разворот Дневной разворот Мы уже делали программу на прошлой неделе для того, чтобы анонсировать. Это событие, новости, новости. Собрали с этой программы удивительные предложения от архитекторов. Следовали и сегодняшняя программа тоже без этого не обойдется. Наша студия полна гостей и сейчас мы их представим. Так, начинаем представление Оксаны Елиной. Оксана Елина председатель комитета конгрессно-выставочной деятельности и конкурсных процедур ФИОПСИ Россия, ФИОПСИ Международной Федерации Профессионалов Рынка Недвижимости. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мария Кашеверская, генеральный директор Фонда развития механизмов гражданского контроля. Приветствуем вас тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. Архитектор, член Союза архитекторов России Александр Шклёда Александр Елизарович. Добрый день. Добрый день. Вадим Сидоров, эксперт по управлению девелоперскими проектами, директор по развитию компании АВА Групп, город Краснодар. Добрый день. Добрый день. И еще один наш гость из Финляндии, из Хельсинки, Завена Таразибанян. Да, все верно. Архитектор, консультальный девелопер Финляндии и Хельсинки, соответственно. Добрый день. Добрый день. Приветствуем вас. Прекрасно говорит по-русски. Ваша родина, кстати, где? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Интересно. Ну, я хочу сразу сказать, что я все-таки считаю, что нужно сказать, что Мария Михайловна Кашеверская, она, кроме того, что генеральный директор фонда развития, как представлено, фонда развития механизмов гражданского контроля, что, конечно, меня зацепило как члена общественной палаты, и очень хочется отдельное интервью, если у нас получится записать. Еще и член экспертного совета по строительству промышленности и строительным материалам и проблемам долевого строительства Комитета по транспорту и строительства Госдумы. Это важно. Конечно, наверное. Всех волнует, что же будет дальше, и, безусловно, мы об этом расскажем на основе того, что есть, поделимся какими-то экспертными прогнозами. Ну, в общем, да, это будет освещаться, безусловно. Потому что сейчас, что касается контроля за качеством строительства и долевого строительства, очень много предложений следует в том числе и от депутатов Госдумы. Господин Жириновский разразился недалеко, как вчера, тоже предложениями. Они прямо даже, я бы сказала, категорические заявления звучат, очень важные. Очень важно понять, как подобные предложения повлияют вообще на рынок строительный, и как это скажется на потребителей в конечном счете. Поэтому тема важнейшая просто. Если на конференции она будет разбираться, то мы привлечем еще некоторое количество людей, которые сейчас нас слышат. Ну, а мы попытаемся все-таки, как я уже сказала, с Марией Михайловной записать отдельное интервью на эту тему, если успеем. Но очень хочется. И еще, я, естественно, я всегда пользуюсь служебным положением, и свои интересы здесь учитываю. Инструменты городского управления на стыке взаимных интересов бизнеса и власти. Это тема, которая сейчас звучит повсеместно. Наконец-то она зазвучала и в городе Кирове. И у нас пытаются создать рабочие группы администрации городской. И у нас есть попытки взаимодействия НКО, активистов и проектной деятельности, которые требуют как раз взаимодействия бизнеса и власти и гражданских активистов. Например, это такая важная тема, которая будет подниматься также на этой конференции. И за нее отвечает как раз Вадим Сидоров. Я вижу, что у вас здесь есть на эту тему в первой части как раз беседа. Да, конечно. Вы знаете, вы очень правильно сформулировали вопрос в части, касающейся взаимодействия бизнеса и власти. Не скрою, я в Краснодаре сейчас работаю и как раз вхожу в стратегический совет при мэре города и возглавляю там комитет по как раз архитектуре и градостроительству. И эти вопросы сейчас очень остро стоят на повестке. Почему? Поясню. Дело в том, что рынок дает очень много интересных новых вызовов сейчас нашим застройщикам. Учитывая, во-первых, требования к качеству жилья, городской среде, к качеству домостроения. Это с одной стороны. С другой стороны, ветшание основных фондов, ветшание массовой застройки времен 60-х, 70-х, 50-х годов. Все это происходит на фоне очень, прямо скажем, некачественной, устаревшей инфраструктуры. И на третьем фоне это трансформация 214-го федерального закона, как основного, по сути, основы инвестиционной парадигмы нынешней. Потому что где застройщики берут деньги? У дольщиков. И вот этот фон, он как раз сейчас, ну, скажем, застройщиков очень напрягает, нервирует. То есть нужно менять подходы к привлечению инвестиций, с одной стороны. С другой стороны, нужно дать нашим потребителям жилье более высокого качества, но по возможности за те же деньги, как это водится. Почему более высокого качества? Люди ездят за рубеж, люди ездят, общаются, люди ездят, смотрят другие города, смотрят более высокое качество домостроения. Естественно, меняются предпочтения, меняются требования. Людям нужно экономичное пространство, экологичное пространство. Сейчас мир не стоит на месте. И у застройщиков серьезное сейчас есть выбор. Или подстроиться в эту ситуацию, найти инструменты привлечения инвестиций, либо уйти с рынка. Вот я бы так ставил вопрос. Современные инструменты развития городской среды. Это кейс номер один, который как раз будет представлен завтра в 16 часов. По месту проведения конференции, о которой сегодня идет речь. А это парк-холл «Мы же на ты» в Талице. Всем прекрасно известный. И как раз по развитию городской среды до нас тоже добралась наконец-то эта история. Во многом благодаря тому, что сейчас существует федеральный проект по благоустройству. И надо сказать, что комплексное развитие городской среды – это тот вопрос, за который еще даже не брались, я так думаю, представители нашей администрации. Они об этом говорят, но страшно подступиться, правда, на самом деле. Хотя с застройщиками и девелоперами мы этот вопрос пытаемся обсуждать. И я думаю, что такое ощущение, что это требует полной перестройки мозгов. Прежде всего, управленческого аппарата мэрий. Краснодар отличается передовым опытом в этом отношении. Благодаря в том числе и Сочинской олимпиаде, которая прошла в свое время. И тому шансу, который Краснодар получил. Такой толчок на развитие, если я не ошибаюсь, все-таки. Я знаю, что очень много в том числе и активистов, которые участвуют в этом процессе, и бизнесменов, и экспертного сообщества и журналистов. Например, «Эксперт Юг» у вас активно участвует в этом процессе. Абсолютно точно. Да, и поэтому сейчас мы прервемся просто на короткий перерыв. Через полминуты просто сразу анонсирую. И поэтому мне тоже хочется отдельную историю с господином Сидоровым здесь в эфире провести, может быть. По инструментам, да. Да, по инструментам. Но вот ваш комментарий еще в минуту уложится. Все-таки развитие городской среды только в комплексном аспекте сейчас рассматривается. Давайте поясню. Вот как я рассматриваю этот вопрос? И в своих кейсах я буду давать его под призмой именно компетенции. Вот согласитесь, проект «Комплексное развитие территории» — это совершенно другая сложность проекта, сложность вопроса. Это требует чего? Требует, чтобы застройщик, власть, общественное объединение, они работали в такой хорошей качественной смычке с точки зрения отношений раз и с точки зрения инструментов. Потому что, допустим, генерация девайперской идеи для точечной застройки — это одна история, для комплексного развития территорий — это совершенно другая история. Она требует и иногда зачастую корректировки генерального плана, очень много инжиниринговых мероприятий, инженерно-технических мероприятий. Это более сложные проекты. А значит, и требования к качеству подготовки специалистов, к их компетенциям, появляются новые компетенции, появляются новые профессии. Вот даже так можно вести речь. Что касается инжиниринговых мероприятий, я так понимаю, сюда входит в круг этих вопросов и работа с сетями, устаревшими и распространенными повсюду буквально у нас в городе, которые мешают, как говорят застройщики, развивать комплекс на территорию. И так тоже, но вообще под инжиниринговыми мероприятиями в основном принято понимать, что инжиниринг — это улучшение, улучшение девелоперского проекта, улучшение. В данном случае все-таки сети, непосредственно сети — это инженерная инфраструктура. А инжиниринг, он больше связан, если говорить про девелопмент или редевелопмент территории, то это в основном связано с корректировкой градорегулирования, инструментов градорегулирования. Это и генеральный план, правила землепользования и застройки. Потому что любая территория, которая требует качественного изменения, редевелопмента, она априори не соответствует по своему статусу, по своим инструментам регулирования, она не соответствует будущим задачам. Значит, возникает вопрос компетенции специалистов, которые должны, а и власти, и общественности, которые участвуют, принимают участие через слушание, либо через консультативные органы этих вопросов. Да, я все-таки надеюсь завтра увидеть на этих кейсах представителей нашей администрации еще раз. Возможно, Илья Вячеславович Шульгин, глава администрации города Кирова, вновь заступивший на должности, будет присутствовать. Потому что его заявление касается конкретно вот этих вещей, о которых сейчас вы нам здесь рассказали. Ну и все, кто в этом заинтересован, пожалуйста, завтра в Талице, в парк-холле «Мы женаты», вы, пожалуйста, можете все эти темы послушать и поучаствовать в дискуссиях. Мы приглашаем, сейчас прервемся на полминуты. Начало в 9.30, соответственно. На полминуты про инженеринговые мероприятия в Финляндии, может быть, мы поговорим после короткого перерыва. Давайте продолжать нашу беседу. Ну что, к опыту Хельсинки обратимся, да? Еще раз представляем нашего гостя из Финляндии, Завен Таризбанян, архитектор, концептуальный девелопер. Давайте почувствуем разницу, да, что называется? Давайте попробуем. Как эти вещи там выстроены все-таки? А можно с интересного момента такого начать? Просто как раз наш эфир оказался источником распространения информации о том, что есть идея строительства торгового центра под филармонией. Все-все СМИ сразу распространили эту информацию, да? А еще раньше, наверное, год назад, правда, мы собирались здесь в этой студии в рамках программы «Урбан». И, по-моему, вы, Александр Елизарович, рассказывали о проекте тоже подземного строительства под театральной площадью. Вы рассказывали, нет? Не ваш? По-моему, да. Этот проект делал Константин Павлов. Ага. Ну, вы там, по-моему, с Павловым как раз и были. Да, я, скорее всего, напомнил. Да-да-да. И такая история была тоже у нас. И тогда... А еще у нас в городе был проект, который практически принимался, декларировал, что будет все это реализовано под площадью железнодорожного вокзала, что будет строительство. Это третий проект. И потом прекрасно совершенная была такая отмазка, я бы сказала, что, о, люди, в городе столько сетей подземных, ничего под землю строить невозможно. Вот как Финляндия справилась с этим вопросом. Поближе к себе микрофон, сразу смех. Да, спасибо. В Финляндии этот проект развивался очень давно. Комплексный проект освоения подземных территорий. На данный момент Хельсинки можно сравнить... Подземной Хельсинки можно сравнить с хорошо выдержанным сыром, наполненным огромным количеством искусственно созданных пустот, связанных между собой. Вкусно, представляете, Хельсинки, да. Магазины, торговые центры, офисные центры, спортивные объекты, бассейны даже есть все это подземные. Подземные стоянки многоэтажные. Библиотеки, книжные магазины. Да. Транспортные развязки. Тоже Александр Елизавельс добавляет. Существующие, проектируемые. Да, анонсируемые проекты. Вот, и короной всего этого, я думаю, в конце концов будет подводный туннель между Таллиной и Хельсинки. Но это далекое-недалекое, но ближайшее будущее. А это взаимное движение будет? Из Финляндии и из Эстонии? Железнодорожные ветки будут, две туда-обратно. Строить-то будет и Эстония, и Финляндия? Сейчас собирается только разрабатывается группа, которая будет участвовать в этом проекте. И не без большой поддержки Европейского Союза. Завел, все-таки инициатором подобного движения было правительство, было профессиональное сообщество, бизнес. Что подвигнуло под землю уйти, девелоперов? Несколько, то есть целый комплекс различных, так сказать, сторон этого мероприятия. Во-первых, геология Хельсинки позволяет скальный грунт практически полностью, дает возможность довольно спокойно производить строительные работы. Большой опыт в этой области, в Финляндии. Ко всему прочему, значит, та инфраструктура современной жизни, которая на данный момент существует, она требует новых технических подходов. То есть большое количество автотранспорта, который разместить на поверхности невозможно. Поэтому для этого нужно искать новые, так сказать, эффективные способы. Ну, подземные автостоянки – это, так сказать, решение всех проблем в этом отношении. Кроме этого, подземные магистрали для обслуживания торговли наземной. Вывоз отходов осуществляется по своим созданным туннелям. Далее, например, даже такие технические мероприятия, как склады угля для электростанций, сейчас полностью заглублены в землю. То есть вырыты пещеры, все угольные, то есть вот эти вот кучи, если можно так их назвать. То есть они переброшены под землю, а на земле сверху ведется застройка. То есть таким способом не нарушается визуальное восприятие города. То есть там под ним что-то происходит все время, да? Под ним все это происходит. А наверху все остается так, как оно было раньше. Естественно, лицо города все время подмарафечивается, улучшается. Но практически нет никаких таких вот грандиозных изменений, потому что подземка помогает в этом. Вот об этих практиках вы будете рассказывать на завтрашней конференции, правильно я понимаю? Да, этого коснемся. Вот сейчас Александру Елизаровичу такой вопрос. Берите микрофон. Наша предыдущая программа, да, прошлонедельная, она вот как раз колыхнула волну обсуждений вокруг проекта строительства под филармонией чего бы то ни было. В данном случае обсуждался торговый центр. Торговый офисный. Торговый офисный центр. Так вот, архитектор Артемий Коробов прокомментировал эту новость, это сообщение. Он сказал, что силами Кировского строительного комплекса, я цитирую, нельзя будет это сделать только с привлечением технологии и техники извне. Аналогичных проектов в Кирове нет и вряд ли кто-то имеет опыт проектирования строительства подобных сооружений. Ну и у нас голосование, кстати говоря, на сайте по этому вопросу. Мы спрашивали наших слушателей, заход на Кировский строительный рынок иногородних игроков, даже вот для таких проектов, улучшит облик города, ухудшит ситуацию, нам никого не надо, сами разберемся. 44% ответивших на сайте говорят, что улучшит. 44% говорят, что нам никого не надо, сами разберемся. 11% говорят, что ухудшит. Вконтакте лидирует варианты ответа улучшит 60%. А что вы скажете? Как вы этот комментарий? Конечно, конкуренция, вопросов нет. Под первый проект, который на площади у филармонии, пытались зайти китайцы несколько лет назад, но у нас в городе некому было их принять. В каком смысле? В таком смысле. Интерес нет. Не было интереса у нашей власти поговорить на тему строительства китайскими подрядчиками, инвесторами вот этого подземного комплекса. И они уехали не всем. Ну вот я хочу еще раз акцентировать на интересе властей. Третий раз за эту программу. Я все-таки призываю и главу города Илью Шульгина, и его замов, и архитекторов. И, пожалуйста, приходите завтра на конференцию, узнайте об этих практиках, поговорите с нашими экспертами. Потому что это очень важно, двигаться вперед, и хоть с большим отставанием, но все-таки в одном тренде мировом. А второй вопрос тоже к Александру Елизаровичу по поводу подземного строительства. Это геология, та самая, о которой сказал Завен. Когда это скальные породы, все понятно. Но мы на глине живем. У нас, давайте уточним, глина это ближе к поверхности, а дальше в основном идут аргелиты. Аргелиты – это плотная глина с отчебнем. То есть это ближе к скальному грунту. Это неплывуны, которые, ну вот, скажем, в Москве грунты намного хуже. И в Питере тоже намного хуже, чем в Ярске. Подземное строительство осуществляется. Однако метро и там, и там есть. И не только метро. Посмотрите, какие центры торговые. А куда девать старые коммуникации? Ну, нужно спросить у тех же финнов. У них эта сказка. Ой, скажите, скажите, финны, скажите. Как с коммуникациями? Нам говорят, что это самая большая проблема при подземном строительстве. Ну, это свой довольно сложный вопрос, поэтому в двух словах это не объяснить. Это чисто инженерные, как говорится, приемы и проблемы. А давайте в Краснодаре спросим, что вы с коммуникациями делали? Как у вас с этими вопросами обстоят дела? Вы имеете в виду при подземном строительстве? Да при любом сейчас строительстве. У нас коммуникации лежат по старым схемам, разбросаны повсеместно сети буквально. Ситуация с коммуникациями в Краснодаре достаточно сложная, как и во многих городах. Но у меня, честно говоря, вопрос дискуссионный, я считаю, именно по подземному строительству. Я сегодня коллегам как раз уже этот тезис рассказывал и показывал даже фотографию города Краснодара. Вид из бизнес-центра класса А на центр города. Проехали сейчас по Кирову. Я считаю, что в Кирове, в Краснодаре и во многих других городах России огромный резерв в освоении надземного пространства. Коллеги, я призываю, может быть, я призываю это пока голословно и без подкрепления каких-то аргументов. Но в любом случае подземное строительство, себестоимость его намного выше. Абсолютно правильно подчеркнули, что это требования к проектированию, к инжинирингу, к инженерному обеспечению и к собственному строительству. Это новые технологии. С одной стороны, это подтолкнет развитие наших отраслей. Да, есть такой эффект. Но с другой стороны, себестоимость этих проектов и стоимость, реализационная стоимость коммерческих объектов, объектов жилого фонда, она пока не такова. Она при ценах 42 тысячи за квадратный метр, вторичное жилье, и порядка 40 в Кирове сейчас, я посмотрел статистику. То есть эти проекты сейчас пока не подкреплены коммерческой составляющей. Они коммерческие, на мой взгляд, невыгодны. Мы считали в Краснодаре, я не знаю, не считал в Кирове, не смотрел. Но что-то мне подсказывает моя интуиция, что эти проекты пока коммерчески не целесообразны. То есть в первую очередь это высокая цена? Конечно, в первую очередь это высокая цена инвестору, потому что инвестору, инвестору задача вложить деньги, чтобы вернуть с максимальной прибыльностью. А при себестоимости, там, эта себестоимость подземных зданий и сооружений будет колебаться в диапазоне, я думаю, что от 70 тысяч за квадратный метр, что-то вот как-то так, за квадратный метр. Вот соотнесите, пожалуйста, стоимость коммерческих площадей в Кирове сегодняшние, сложившиеся, и перспективу ее продажи, ее аренды. Да, спасибо. Мы продолжим разговор через полторы минуты. И я спрошу у каждого из наших экспертов все-таки, а с чего тогда нужно начать? Может быть тогда с подземных хотя бы автостоянок, парковок? Потому что, возвращаясь к заявлениям нашего нового сети-менеджера, вот он сказал, что каждый дом должен быть обеспечен равным по количеству квартир, количеством парковочных мест. И это все надземные, господа, места будут. Вот как вы это прокомментируете, начнем с этого вопроса сразу после перерыва. Так, напоминаем, завтра начинается четвертая международная конференция «Эволюция блокчейна в девелопменте. Развитие архитектуры и инвестиционной привлекательности Кировской области». Пройдет мероприятие на площадке парк-холла «Мы женаты» в Талице. Регистрация участников идет, можно подключиться к этому процессу и принять участие завтра и в панельных дискуссиях, и в решении каких-то кейсов, в обсуждении. Мы пытаемся сегодня хотя бы маленькую частичку того, о чем будет завтра эта речь, донести до вас. И каждый сможет, я уверена, каждый житель буквально этого города, не говоря уже об экспертах и специалистах, сможет найти для себя здесь полезную информацию и нишу. Но вопрос, на который мы уходили на разворот, на рекламу, звучал следующим образом. Мы попросили прокомментировать заявление нашего сети-менеджера Ильи Шульгина о том, что каждый дом, который сейчас строится и сдается, должен сдаваться с равным количеством парковочных мест, надземных причем. Вот есть 170 квартир, 170 парковочных мест, плюс он попросил учесть, что может быть и по две машины в каждой семье. То есть парковочные места должны быть увеличены таким образом еще больше, например, 300. Как вы это прокомментируете? Давайте с нашего архитектора начнем, пожалуйста. Александр Елизавич. Хотелось бы сказать, что у нас существует генеральный план города, он корректируется. Напомнить. Есть транспортная схема, она на сегодня устарела и необходимо ее не просто... Она не рассчитана на такое количество автомобилей. Количество автомобилей в 90-е, в середине 90-х было в несколько раз меньше, чем сейчас. И поэтому одним из главных документов генерального плана должна быть правильная транспортная схема, где предусмотрены не только движения потоков всех транспортных, пешеходных, но и парковки. Должны быть логично размещены там, где максимальное количество людей проживает, там, где торговые центры крупные или центры досуга и так далее. То есть сегодня этим документом только собираются заниматься. Но этим нужно в первую очередь заниматься, заняться? Да, это давно надо было сделать, но сейчас это уже в пожарном порядке, нужно наверстывать, бегом делать. Что касается сдачи домов с равным количеством парковочных мест? Ну, чем больше, тем лучше. Я не верю в то, что на одну квартиру будет полмашины или треть машины. Будет полторы-две. Спасибо. Вадим покивал головой. Да, я позволю себе поспорить. Знаете, вот просто применить норму по парковкам для города, волевым решениям, думали, законодательной власти, исполнительной, неважно. Это, знаете, как пилюля. Вот такая вот, есть аспирин, а есть болезнь. Так вот, чтобы снять головную боль в моменте, это работает только так. На самом деле, когда мы изучали проблему с трафиком, с пробками и с парковками, мы столкнулись вот с чем. Надо понять причину этих пробок и отсутствия парковок. Дело в том, что если предположить, что основная проблема сейчас городов – это маятниковое движение из города в город, из города в город и между районами, а оно почему происходит? Потому что социальная инфраструктура развита неравномерно, коммерческая инфраструктура развита неравномерно. Есть точки такой мощной концентрации и, наоборот, просто пустоши в городах, где люди не могут получить элементарных услуг, элементарно школы, сад и все, что связано с социальной инфраструктурой. Поэтому возникает очень большая нагрузка на транспортную сеть по этой причине. То есть, например, живет человек в одном районе, ездит на работу в другой. А потом обратно забирает ребенка еще. Потом обратно, потом ребенка надо увезти куда-то, потом в детскую поликлинику и так далее. Поэтому это причина главная. Второй момент, он тоже дискуссионный. Мы изучали опыт разных городов Европы, например, Париж, даже другие города брали, Москву сравнивали. То есть, что получается? У нас функциональное зонирование, если даже поменять функциональное зонирование центра города в пользу многофункционального, уменьшить, допустим, жилищное строительство. То есть, такая тонкая подборка, это очень серьезная архитектурная проработка на уровне генерального плана, правил землепользования и застройки. То этот баланс можно тоже улучшить. Да, мне сейчас придется вас прервать. Я уверена, что это будет на дискуссиях, завтра на конференции. Как вы относитесь к предложению сдавать дома с равным количеством парковочных, надземных парковочных мест? А вот еще Александр Елизарович сказал, что чем больше, тем лучше. Ну, я против. Я объясню, почему. Это удорожение себестоимости строительства в чистом виде, сразу автоматически. Вот мое мнение, может быть, я рассуждаю как застройщик. Я считаю экономику, я считаю бюджет проекта и коммерческую составляющую. Мы сдали несколько живых комплексов, в которых стоят пустые парковки. Причем обидно, что многие парковки подземные. Стоимость одного парковочного места в Краснодаре, это как полквартиры по себестоимости. В эконом-классе это просто, невозможно их продать, реализовать. Люди в аренду их брать не хотят. Ну, Кирову проще, у вас все-таки зимний край, Краснодар летний край. Поэтому там спокойно стоят на улице. Да, у нас тоже стоят построенные парковки, платные. Да, ну вот я когда строил в Сургуте, например, у нас всплеск продаж после очередного минус 40 был всплеск продаж в подземном паркинге. Поэтому это фактор. Кстати, а можно я спрошу, мы у Вадима просто не пояснили, нужно было сразу задать вопрос. Вы входите в топ застройщиков краснодарских? Да. Лидеры рынка, да? Ну, мы в пятерку, да. Наша группа компаний входит в пятерку. Вот только, вот коротко сейчас, Марию Михайловну хочу подключить. Вот просто конкретный ответ на вопрос. Что с парковками, вот с этим предложением? Ну, коротко, совсем коротко не получится, потому что действительно, может быть, несколько вариантов решения проблемы. Это паркинги, да, и подземные, и надземные, пристроенные, и встроенные. Но, как уже сказали, они в общем-то не востребованы среди покупателей. Если они платные. Ну, да. То есть это вот, да, либо город участвует, да, либо там на федеральном уровне проводятся какие-то программы, и это поддерживается. Либо, как вариант, это просто наземная, да, стоянка. Но тогда комфортность жития, проживания, да, в данном микрорайоне, она резко ухудшится, потому что жизнь не ограничивается, да, местом, куда можно прикнуть собственную машину. И такие жилые комплексы есть, где совпадает наличие парковочных мест, да, количество их с количеством квартир. И не очень там комфортно. Ну, на полминуты, что в Хельсинки, а как решена эта проблема? Она же решена уже сейчас. Поближе к микрофону. Там решается различными путями. Там есть и, то есть ложится это и на плечи застройщика. Во многих случаях государственные, муниципальные структуры участвуют. То это все зависит от того, какого типа идет застройка. То есть там тоже много различных видов, юридических видов домостроения. Есть паркинги вот такие обширные рядом с домами, чтобы по равному количеству? Я бы начал с другого вопроса. Есть ли дома муравейники, так называемые, как мы их именуем? Ну, это понятие относительное. Таких муравейников, как здесь в России, таких муравейников там точно нет. Сотни квартир. И на этом можно поставить точку. У нас они есть в центре города. Ну, сейчас перешли к небоскребам, так сказать, и до 100 метров будем живать. С подземными паркингами. Ну, да, обязательно. С подземными. В России земли много, земли много. Без этого разрешение на строительство не дадут, если не учтен паркинг. Все, мы должны отдать сейчас микрофон и все оставшееся эфирное время Оксане Еленой, председателю комитета конгрессно-выставочной деятельности и конкурсных процедур ФИАПСИРАШ. Потому что завтра будет включаться в том числе, во-первых, под вашей гидой проводится завтрашняя конференция. Во-вторых, это региональный этап конференции. И завтра же на этом региональном этапе будут вручаться премии надежным застройщикам. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Ну, давайте я немножко поясню. Значит, во-первых, у нас российское отделение Всемирной Федерации профессионалов рынка недвижимости, если перевести на русский язык. У нас несколько, так скажем, задач. Во-первых, эта организация существует с 1948 года со штаб-квартирой в Париже. И в России она с 1995 года. У нас есть образовательные проекты, естественно, поддержка чистоты девелоперских международных сделок и так далее. Один из очень интересных проектов – это конкурс «Фиапси Прикс Деэкселленс», как он в России именуется «Оскар в сфере недвижимости». Это всемирный конкурс. И, собственно, вы сейчас коснулись именно не конференции, а конкурс. Значит, что такое конкурс? Мы в Москве проводим полуфинал, то есть отбираем от России лучшие проекты, которые потом участвуют в финале международном и борются за этот «Оскар». Собственно, проекты, которые с 1992 года побеждали, всем известны, это и «Петронос Тауэр», и «Трамп Тауэр», и «Парижский Диснейленд». В России, например, башня Федерации Москва-Сити побеждала, брала золото. Но особенно интересно, пожалуй, для регионов показательный, успешный опыт, когда небольшая компания из Оренбурга со своим коттеджным поселком победила в всемирном конкурсе. Они взяли золото в номинации «Малэтажное строительство». И после этого у них и интерес к проекту был, и доверие, естественно, с поддержкой ФИАПСИ. И к ним в соучредители вошел Европейский банк реконструкции и развития. И сейчас в течение нескольких лет они стали межрегиональной корпорацией, строят в нескольких регионах России, в том числе в московском регионе. Ну, это так вот история успеха, когда были привлечены инвестиции в региональную компанию в частности. Значит, в Кирове у нас проходит один раз в два года региональный отборочный этап, и завтра будет награждение победителей региональных проектов. Потом они идут на российский конкурс, но у нас российский конкурс проводится и всемирно ежегодно, но так вот специфика вашего региона сложилась, что у вас отборочные этапы один раз в два года. У нас время немножко помедленнее течет. Да. Соответственно, завтра мы будем иметь возможность и честовать ваших номинантов, так скажем, ну и посмотреть, какие проекты в этом году у нас идут на конкурс. Проекты должны быть реализованные, девелоперские, и, соответственно, они должны быть, так скажем, с обоснованием своей, обоснованием не только экономической, то есть успешности, но и востребованности населением. То есть комплекс, который построен и полупустой, он точно не займет никакого места, это можно даже сразу сказать. А наличие объектов в социальной инфраструктуре, это тоже все очень важно. Обязательно, да. Конечно, у нас российский этап региональный немножечко отличается в связи со спецификой, но когда мы выходим на всемирный конкурс, нужно понимать, что у нас все-таки конкурс по международным стандартам. Таким образом, мы так или иначе транслируем эти международные стандарты в регионы России. Ну, в частности, один из вопросов есть к участникам всемирного конкурса. Как ваш проект влияет на преодоление проблемы глобального потепления? Ну, я не думаю, что при реализации регионального проекта проектировщики и застройщики на этом вопросе акцентируют много. Это сокращать выбросы тепла в атмосферу, где надо строить так, что да. Ну, можно обосновать по-другому. Мы, естественно, помогаем как-то вот уже. Бывает так, что в наших проектах много что реализовано, но мы не придаем этого значения, а оно имеет значение на международном уровне. Поэтому здесь... Очень интересно, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Мы продолжим, я уверена, разговор. Ну, во-первых, завтра встретимся в парк-холле «Мы женаты». Напоминаю, что будет международная конференция, которая посвящена развитию архитектуры и инвестиционной привлекательности, в том числе и Кировской области. Будут разбираться различные кейсы, которые в том числе касаются комплексного развития территорий и взаимоотношению девелоперов власти и народа, так скажем. Я надеюсь, что будет затронут вопрос о долевом строительстве и что нам предстоит. Если у нас получится, мы все-таки запишем несколько интервью более подробно, чтобы потом в эфире дать историю того, о чем мы говорили. А сейчас дневной разворот завершен. Благодарим всех наших гостей. Мы с Владимиром Светаниным прощаемся. Да, всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.